Так, друзьяки, будем давать нашим тюленям яблоко. Цим приготовлю ведро, не помню. Значит, ну сейчас сюда вернемся, расскажу. Также по ангару покажу и пошлить покажу. Давно вам не показывал вот их своих, что я маленьких отсаживал. Метал как и лежит, как и лежал, все без изменений. Клитка, как была, не доложена, так и не доложена. Короче, все, постройки пока, вот как мы последнее видео снимали, ничего не поменялось, все так и есть, поэтому постройки показать нового не має, что. Ци, 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 ци. Тут мы убрали последнего, что оставались все клетки из здоровых. Если я не ошибаюсь, примерно, вага была у цього за 250 кг, уже последнюю. Значит, цими получается, кто полный маленьких пересаживали девчаток сюда, хлопцев сюда. По девчатам, по цим и с девчатам у нас была договоренность, что в августе месяце, в конце этого месяца должны были всех забрать. И мы их подсадили всех девчат, был клиент на всех девчат. Но так получилось, что люди несерьезные, все вот так языком, и получился парт сбой режима. Объясню в чем. Я думал, что в конце августа вся клетка пуста будет, и у меня сейчас два опороса, что сейчас мордочка и курочка ряба опоросились, я посадил в эту клетку, и потом у меня еще четыре опороса. Я думал, их посадил в эту клетку. Ну, а получается, что теперь мне из-за того, что эта клетка повна будет, ну и будем же их теперь откармливать, я посадил этих четыре, один опорос продам, может даже два, а два опороса посадил в сарай для доращивания, для детский садик, пошкребем, пообираем, бо там щелей немало, аж до октября месяца, пока не вырежем нижние щели, и потом их переведу туда. Ну то есть сбой произошел по свинкам. Кому надо будут свинки на свиноматку, а это все свинки. На сентябрь месяц можете бронировать кому надо будет, а это все свинки. И получается, что теперь трошки с режима выпал, ну все пошло не так, как планировал, потому что послушал людей, знаете, как надеялся, думал же серьезно, все нормально, а воно, а воно как всегда. То меня спрашивают, что типа, кто ж ты сказал, что свинок у тебя нет на продажу, а сейчас звонят, что у тебя же там свинки есть, что ты не предлагаешь их на продажу. Ну я что, не сказал, что все были, вот эти все заказаны, все до одной. У меня в конце августа 31 числа эта клетка должна быть пустой. Ну а так получилось, что теперь она будет полной. А это в этой же партии кабанчики. Мы там кое-что продали, я уже не помню, а это я оставил себе на одну клетку, посчитал 12-13 штук, ну сюда на одну клетку полностью до Нового года, а потом перед Новым годом их убирать. У меня все воно максимально распланировано. То есть, допустим, там сентябрь, октябрь нижние щеля, а потом в ноябрь в сарай, где свиноматки, там гита, зита, там еще одна свинка и четыре кабана, там почти десяток. И потом перед Новым годом начинать осяцы. А там уже на февраль подтягиваются следующие поколения, которые уже сейчас родились. Ну, то есть, вот так у меня идет. Все нормально, свинок хватает, по голове хватает, все вырезаем, как я сказал, этих вырезаем, что было в этой клетке и начинаем нижние щеля. Тихо, тихо, тихо. Так, в принципе, все хорошо. Что такое щелевый пол? Ну, вы сами видите, что такое щелевый пол. Вот тут одна была, и то он чисто, койде, и то, наверное, то типа наваливали. Мы тут не убирали ничего, это как вывели, и все. Я еще из корита не выгребал. По коритам, я вам скажу так, я довольный полностью, корита показали себе отлично. Я сюда забираю от свиноматки, садю в клетку. Вот сейчас мы будем забирать два опороса скоро. От свиноматки прямо сюда запускаю. Вони прыгают, лазать по кориту, сплять некоторые в корите. Виростают, там проходят в районе месяца, может меньше. Вже туда не залазать, и все нормально. И вот, как вы видите, там и там корита работает отлично. Корита из метала поварил, крепкие, чтобы были надежные, и все. Ну, вы видите, как... Это у меня тут свинки были, как крупные, так и сами-сами маленькие. Сейчас я могу наблюдать, что уже примерно все-все поподтягивались, более-менее повыравнивались. Нормально. Все, грубо говоря, одна в одну. Ну, а кабанчики вообще вопросов нет. Кабанчики у меня тоже брал знакомый. Игорь Миколаевич брал. Привет тебе, Игорь Миколаевич. И я ему дал из этой партии кабаников самых лучших, самых крупных. Тих, которые больше набрать. Вот я ему отдал четыре штуки самых лучших. Я ему говорю, что у меня все равно быстрее эти вырастут, чем у него. Он говорит, что нет. Ну, он там и люцерка у него, и абрикосы, и яблока, и сироватка. Ну, глянемся, подивимся, я потом скажу вам. Вон перед Новым годом будет ризать, и мы сважем у него, и сважем у меня. И будем понимать, с кого быстрее пойдут. Ну, такие непоганые, непоганые. Все им будет, получается, третьего вересня пять месяцев. Ну, сейчас им четыре. Ну, сейчас им четыре месяца. Третьего вересня ровно будет пять месяцев. Ну, это этим и свинкам так же. Чего я говорю, что у вересня продавать, то, что им уже будет за пять месяцев, там, пять плюс месяцев, и я буду готов продать вам свинок на свиноматок. Вот они, это чисто одни свинки. Так, как я и сказал, тут мы клетку освободили, будем ее вымивать, дезинфицировать. Ну, как дезинфицировать, шампунь для машины, вымыем, и все, и будем запускать поросят. Я дезинфекцию не пользуюсь никакой. Порошки не сипем, ничего не сипем. Раньше, как у нас стены были обычной штукатуркой, мы просто билили известью, но сейчас у нас же билить не надо, внизу краска. То просто вымиваем шампунь, как мыю машину, и все, для машины. И мне подписчик присылал, спасибо ему в прошлом году, канистру оцей шампунь. У меня еще много, еще и старая есть. То есть, мыку поставим и вымыем. Постройки сегодня ничего сказать и показывать не буду, потому что, я уже сказал, ничего не поменялось с последним видео. Потому что, начали мы, вернее, Вика начала красить забор передний. Ну, уже как до красного, тогда покажу просто сказка. Я сегодня заказал, вчера заказал, сегодня пришла краска от Артема, из Днепра. Моя, это же любимая, гранит 5, 5-ый гранит, 3D краска. И получил, я забрал, и Вика будет докрашивать, потом тут будем крашивать. Ну, то, такое уже. Я потом покажу забор, потому что там пишут за цей евро забор. Как наче... Как наче... Не знаю. Ну, это надо сюда идти. Как наче, не я себе роблю, а я роблю людям оцей забор. Как наче не мне жить тут, а людям жить тут. Вот ты делал, делал, а теперь взял забором. Каким забором? Один пишет, где вы видели в Европе этот евро забор? Ну, у нас его называют евро забор. И так уже, не знаю, годов 10-15 евро забор. А пишут, это не евро забор, это укрзабор. И так дальше. Ось Серега, ось біля меня, от туда. До меня следующий заезд с дороги, до него первый поворот. Вон он там, вон крыша торчить, где он льет. Оцей забор. Гляньте, какая красотища. Я их подливаю, подводю до ума, и все будет бомба. Давайте сейчас кусочек покажу, как Вика начала красить. Я их тоже, там же же мы промазали чуть-чуть стовбы. Я стовбы все подровнял. Кстати, сегодня я купил от села. Не хватило от села. Купил 10 тонн от села. Думаю, хватит на двор и перед хатой. И уже у меня всего 25 тонн от села использовал. И еще купил 10, 35 тонн от села. А ну, Вика начала красить забор. Пожалуйста. Бачите, оце на сколько хватило краски у нас. А то уже закончилось. Это у нас осталась краска из хати. Первый слой базовый. И это она осталась. Ну вот так, что вы теперь скажете? А? Кому надо еврозаборы нашим водолазкам? Телефон Серегин. Висвититься сейчас на экране. Серега ось біля меня. У него там плитка, бордюры, отливы, заборы. Звоните тоже, скажите, что от меня. Ему будет приятно. Он не говорит, что мне давай рекламу, рекламируй и так далее. Я от себя. Просто он только-только мне звонил. Завтра приедут красить стовбы, задувать пульверизатором, потому что он мне делает ворота от катней. И как раз ему будет приятно, что вы позвоните. Вот, смотрите по бане. Да, сравните, да, забор. Где непокрашенный и где покрашенный. Нам нравится, мы для себя. Нам нравится, мы для себя. Нам очень нравится. У меня, да, были планы одни. У меня были планы, я вам скажу, какие есть. Чтобы Руслан с Рустамом делали от катней ворота. Мы сначала договорились. Чтобы они делали этот забор. Но судя по тому, что я увидел, что они не успевают. И я то заказал Сереги, он прислал бригаду. Они гепнули за три дня и все. Весь забор. Сколько мне надо. Ну, на сколько мне денег хватило. А потом еще доставим. Они не успели. Так же, да. Ворота. Это тоже должен был заниматься Руслан и Рустам. Я тоже заказал Сереги, потому что, ну, бачу, они не успевают. Вот. То просто чего я так скажу. Потому что вчера кто не приедет до нас из наших подписчиков, то чего они так ремонт долго, чего они так долго все делают. Ну, много ситуаций. То подготовка, то те, то все. Вот надо заканчивать дверь. Это что осталось. И вот там вот полностью плитку надо положить. И тут еще кусок надо положить. И надо заканчить баню довезти дома. Нема же ни коньків, ни этих. Надо хату, бачите, обдерте все. Все готово лежать в пачках. Я все купил давним-давно. Ну, все воно так и есть. Каналізацію викопали. Тоже приїхали хлопцы. Я в тиктоке показывал. Три часа. Геп-геп все, подключили все, работа. Каналізацію я сделал ближе. Бо мне так надо. У меня она была дальше. Метров на десять. Забивается постоянно. И труба толстая. Сначала она была на ту сторону, где общая. Где з унитаза, машинки общая. Там здорова. Но туда тоже, пока с умывальником. У меня умывальника тут в углу кухня. И пока туда доходил, забивал. А это сделал рядом и вообще отлично будет. Не буду забывать. Так что так. За три часа викопали. Поганые. Так. Кому надо по каналізації нашим, водолазьким, то тоже давайте я виставлю номер їхній. А там звоните, узнавайте. Вот так все. Что погано. Гляньте, какая. И то это сонце повернулось. На сонце воно 3D. Воно по-другому на сонце. Та ось видно, как на сонце и как нет сонца. Вот разница. На сонце воно набагато красивее, чем просто темно. Все должно было давным-давно закончиться, но еще воно все длиться. Именно постройки. Так. Показал вам забор. И скажу, не осуждайте наш забор. Это мы в нем живем. И мы себе так для себя сделаем. Вот я для себя, и для Вики, и для Богдана. Мы для себя, не для вас. А что мы показываем? Ну, показываем, как работаем. По ангару. По ангару. По ангару. По ангару, как вы видите, мы полностью все тут освободили. Это у нас надроблено. Мы набрали мешки, чтобы свиноматкам отдельно намешать. Потом тих, которые кормят поросят, чтобы им мешать. Бо мы на маленькой не дробуем. Все тут. Теперь мы, получается, тут еще мешки пообираем. Это черная макуха. Это дробленое. Все повиметаем. И попереносим сюда. Перенесем сюда. Как у нас будет много людей. Я думаю, гуртом перенесем. И ДКУ у смешивач поставлю в самый угол. А ДКУ так же будет стоять тут. И всю проводку, все эти разъемы, все проведу сюда. Весы закреплю до стенки. И так же включатель на смешивач, что там у нас лежит, тоже закреплю на стенку біля этого. Но будет очень удобно. Так что будем тут... А, и хочу уже... Мы же тут берем старую, получается... Прошлогоднюю пшеницу. То уже, вот видите, сколько освободили. Еще немного, и я уже начну позже обшивать ОСБ. Обшивку делать. Ну, дошью до конца, и все. И мне, в принципе, по ангару больше ничего не надо. Ну, и потом, я думаю, туда позже, как уже жары не будет, то чисто займусь воротами. Ну, то позже. Куплю метал, поеду не спеша там ТСЕ и займусь чисто воротами. Так, так, как я и сказал, что там мы вырезали еще на позапрошлую неделю из той клетки последний, что оставался. Мы перейшли сейчас сюда. Сюда перейшли, и отсюда начали вырезать потихоньку. Дивите, как тут яблука едят. Да, сейчас я. А ну, дай, я пройду. Давайте я вам яблук дам, на. Бачите, какие они у меня ручные. А ну, оцим. На. Дай, какие прохань еще, да. Так. Яблука. Хорошо на щелях. Накидал яблук. Яблука не проваливается, они едят. Отлично все. Туда. На. 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 На, бары. На. 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 О, свинка, оця свинка тільки-тільки ось перегуляла, хвости вверх, покажи, як. О, бачите, ой, дивіться, який дебели. А, це свинка, оця білі перегуляли, і там Марина брала свинку оцюди ось не так давно, дивіться, слідіть, бо вона теж та свинка гуляла, це вона зараз так само должна гуляти. То же саме, на щелях, красота, порядок, все, тепер у нас задача, цих починаємо вбирати. Потихеньку, короче, починаємо цих, уже вчора вбирали із-за цих, і зараз почнемо кожен раз вбирати цих. Хочем повністю освободити оцю, ці щеля, вимить їх, побілити, покрасити потолок, все доробити, цих усіх не буде, і потім запустимо з тих опоросів, що будуть в дітському садіку, запустимо сюди. Короче, ось так. Ось ще свинка, кому треба, може на свиноматку, ось ще свинка є, теж вона буквально вчора перегуляла, закінчила гулять, вчора, бо іграла тут, а хрюкова стояла. Це у нас виходить свинка Ландрас Йоршир Кантур. А ці темні просто Петрен Дюрок. І з більшим процентом дюрка. Ну це кому треба буде, позвонити. Так, щось так. Спрашували, де ми так яблок беремо багато, бо в нас же і яблони особи нема. У нас є пара груш і яблони, а нам яблука Тюдженя приносить, сусідка висок. Тюдженя приносить, ну яблука вже закінчується. І в нас там у Викиного батька теж є через дорогу, там теж є дві яблони. Ну ми там забираємо, там не багато, ну ще трошки соберемо і все. Дай, що не буде яблок і все. А так оце ось відро висипаємо, просто так, відро повне. Ну буквально 2-3 минути, ось як зараз. Все, вже нема нічого, покажи. Все, вже воду п'ють, запивають яблука, все. Люблять яблука, звісно. А вон диви який лежить, так? Здоровий, так. Так що так, друзя. На зиму готовимся. Все, щоб було максимально добре, поутепляю. Може ще до зими успію ці витяжки обтягнути, утеплить. І там хочу внутрі витяжки теж утеплить. Ну, по забору я вам показав. Внутрі забор будем красити іншою краскою. Я взяв у Артема краситель. Я в нього брав два відра просто білої краски. І нам біла пішла на откоси трошки. Там ще в мене півтора відра цієї його краски. Я кажу, Артем, в мене твоєї краски багато, вона ж хороша. Просто її закрасити треба. І він мені прислав дві бутилки красителя. Я туди гепну і намішаю. Це покрасив внутрі забор. Ну, а, допустим, кузню, як зробимо крышу, оцей забор внутріний з тієї сторони будем красити таким же самим, як ви бачили знаружи, границь 5. І потім вже позже буду робити штакетник. Закажу Дімки на Харків. Хай штакетника мені вийшло. І буду робити тут аж клумби окультурним. Все позасыпаєм. Ну, то вже потім як це все закінчиться. Ворота. Я думаю, на слідчій тижні вже будуть стояти ворота. І потім закажу автоматику на ворота. Вони мені просто поставлять ворота. А там, може, хто із вас займається автоматикою на ворота. Тобто, двигателю, всі датчики, все, що необхідно. Пожалуйста, пишіть. Ми тільки за. Приїжджайте, робіть. Предлагайте свої. Що у вас є. Що ви робите. Скільки стоїть. Будемо обговорювати. І приїжджайте, робіть. Підключайте ворота потім. Так, щось так. Ну, таке. Поки тута без змінень. Як і зміниться, то будемо вже ходити по двору. Буду показувати. Тут бачите, скільки ще треба граноцела всього. Потім підійти до люка аккуратно. І, короче, все аккуратно. І підійдемо пліткою ровно під откатні ворота. Тобто, виходить, на рівень закладного швелера. Короче, отак. Поняли? Ото, всього вам самого найлучшого. Всього самого, самого-пресамого. Всім спасибо. Хвости вам показали, як вверх. Все вверх. І бережіть себе. Пока. Субтитрувальниця Оля Шор